Всем привет дорогие друзья! Это видео мне бы хотелось начать с ответа на вопрос про наш беспроводной пылесос. Несколько было комментариев и просили рассказать про него. Обзор я делала на него чуть больше года назад и мы пользуемся, получается, этим пылесосом уже год. Это Xiaomi V9, полностью модельку, как она называется, я ниже для этих подписчиц, кто спрашивает, я для них оставлю в описании. Так вот, у него 4 насадки, но пользуемся ежедневно мы только двумя. Первая, большая такая насадка с валиком меховым, она идет для пола, то есть для линолеума, для ламината, для кафеля. В общем, безворсовая поверхность должна быть. Этот валик очень легко снимается, его можно мыть, я его мою щеткой и жидкостью для мытья посуды. Вторая насадка чуть поменьше, она идет как раз таки для ковров, для ворса. Мы ее еще используем для того, чтобы пылесосить диван, ну и матрасы в детской комнате я тоже пылесошу, применяя эту насадку. Мне очень нравится, как пылесос справляется нашим ковром, хоть ворса небольшой, но вот именно эта маленькая насадка, она как бы приподнимает его, а не просто гладит. И несмотря на заявленную производитель небольшую мощность, он совсем справляется. Хватает заряда при втором режиме, а второй режим такой помощнее, вот я его как раз таки чаще всего и использую. Хватает вот полностью заряда практически на весь наш дом, у нас почти 100 квадратов. И из недостатков, как и год назад, я вот для себя обнаружила такой недостаток, то что ручка немножко для меня коротковата. То есть если человек среднего роста, то это вполне нормальная высота ручки. У меня рост для женщины чуть выше среднего, то есть я метр семьдесят семь, и для меня она немножко короткая. Вот, то есть мне приходится нагибаться. Я надеюсь, я достаточно полно ответила на этот вопрос, и мой отзыв вам пригодится. Девчонки, испекла я бисквит для следующего торта, а он у меня, посмотрите, какой высокий получился, чуть из формы не убежал, ведь не выпрыгнул. Хотя форма у меня получается десяти сантиметровая, то есть он получается больше десяти сантиметров. Это ванильный бисквит, вот в том году был на канале, но я ссылочку оставлю, если вдруг вам пригодится. Потому что бисквит очень вкусный, прям можно и не пропитывать, он очень важный получается, и достаточно высокий. Вот, то есть его можно вполне на пять даже коржей разделить, вот, то есть для высоких тортиков, для оформления, это вообще самое то, я такие люблю. У меня большой популярностью в последнее время, вот последние, наверное, полгода пользуется именно ягодный торт. Я вот периодически здесь помешиваю, чтобы остыло быстрее конфи, малиновая. То есть клубничная начинка, то малиновая, но в основном малиновую почему-то все хотят. Будет ягодный тортик, оформление я буду для ятортодел снимать, я прям не могу на него смотреть, какой-то, я не знаю, гриб. Придется срезать. Ну, она все равно всякая корявая эта шапка, я ее срежу. Ой, какой он несуразный-то. Это она мне вот на днях написала для мамы, для ее сделать тортик на юбилей. Но я не стала отказывать, я им очень много лет уже делаю торты. И даже вот когда я уже перестала на заказ брать торты, для них я делаю. Просто я как-то к ним уже привыкла, к этой семье, и они ко мне привыкли, поэтому я им не отказываю. Зря я его обозвала, смотрите, какой красавчик. Прям мечта, а не бисквит. Сейчас я его переверну и покажу. Я шапочку все-таки срезала, покажу, какой он там внутри. Потом заверну его в пленочку, и он у меня пойдет отдыхать в холодильник. Вот какой желтенький. Красавчик. Просто красавчик, не налюбуюсь на него прям. Вань, очень быстро бегаешь, тебя никто не догонит. О, Господи. Еще раз всем привет. Два дня я тут вся в трудах была. Это два практически одинаковых торта. В общем, это вот был первый вариант. Это торт Мишка на Севере рецепт. Вот недавно только вышел на Я Тортодел. Мне немножко не понравилось, как ведет себя прослоечка вот эта вот шоколадная, как режется торт. И что вы думаете? Я переделала рецептуру. Я переделала рецептуру и быстренько забабахала другой. И еще попутно делала и оформляла торт. Вот про который я говорила на юбилей мамы моей знакомой. Я его уже отдала. Его оформление, того тортика, тоже будет на Я Тортодел. Поэтому здесь, на этом канале, я показывать его не стала. А этот торт, эти два торта, то есть Мишка на Севере 1 и Мишка на Севере 2, сейчас отправятся по нашим родственникам. Один вот этот вот вариант, нет, он очень вкусный. Мне Олег даже сказал, зачем ты будешь переделывать? Он очень вкусный. Я говорю, нет, мне не нравится, как ведет себя эта прослойка. Я переделала рецептуру этой прослоечки. И вот этот вот удачный вариант, тоже не менее вкусный. То есть по вкусу они, в принципе, не отличаются. Вот он именно вышел на Я Тортодел. Так прикольно смотрятся торты-близнецы. Я тут еще немного не прибралась. После всех этих тортов надо будет сейчас убирать. На кухне все. Все мои прибамбасы кондитерские. Ну вот этот, бордельеры. Это мой рабочий стол, моя рабочая зона. Вот это все так выглядит после оформления. Сейчас это все надо будет перемывать, убирать. И подготовить, так скажем, рабочую зону уже к другой работе. Кстати, вот такие вот торты-близнецы, это у меня не редкость. Но обычно я останавливаюсь на какой-то одной стадии. То есть если мне сразу что-то не понравилось, то есть я не собираю торт. Переделываю изначально. Но бывало так, что вот, например, торт Бабульгум, это уже на канале вышел третий вариант торта Бабульгум. Два других не попали. Была съемка, то есть я снимала весь процесс, но мне не понравился результат. А вот тортик, к примеру, киевский, но я из последних вот вспоминаю. А киевский торт, коржи, которые я использовала в видео на Е-Торт-Одел, это тоже был третий вариант. Я не знаю, что за такая магическая цифра 3. Это был третий вариант коржей, которые меня устроили. Два других варианта просто разошлись у пацанов. Вот они просто отламывали их и таскали, как сладости. Нет, я, конечно, ничего не говорю. Бывают и торты, которые с первого раза получаются идеально. Меня все устраивает, мне все нравится, и разрез, и вкус. Но вот есть и вот такая вот сторона работы. Какие сугробы тут у мамы чистили. Смотрите, начистили парковку. Это я приехала к маме, торт привезла тоже сюда, потому что здесь сегодня будут все у нас. Сегодня баня, наконец-то я дождалась конца недели. С сестрами пойдем. Полно всего тут наврали. В общем, тут сборная такая коллекция, это масла. Щеточки, скрабы, все как положено. Рули. Мы это наблюдаем каждый день. Бабушка только увидела, как ребенок тут подстраивает аварии. Сейчас. Давай, будешь комментировать. Давай. Что? Что ты забрала? В смысле, это мой стимулятор был. Забрала. Что ты потеряли? Давай, Ванечка. Как она едет? Давай. Что-то сбились толку. Давай. Нажимай, нажимай. Че-то никак, скажем, не едет. А как ее нажимать, чтобы она начала мигать? Все, поняла. Я просто сама не знала. Ага. Так, так. Угу. Ну и поехали, да? Ванюш, что она там? Жалко тебе, что ли, машинку? А дома, как он большие машины на диван затаскивает, с ними там аварии подстраивает. Потом их чуть ли не целует. Бедные они несчастные. Упали. Да, тюлюй, тюлюй ее. Хорошая машинка. У нас Кирилл тоже очень сильно любил машину. Вот именно в этом возрасте, прям до пяти лет, это машина, это самая любимая игрушка была. Че, Ваня, подтягиваешься? Штанга у нас, смотрите, какая. Все-таки приобрели гриф, такой вот большой, и дополнительные блины, вот самые большие, которые вот эти вот два блина. А остальные блины это от гантелей. И турник это с улицы снял, Олег, хотят в коридоре повесить. В общем, они заразились этой темой. И каждый день тут у нас с гантелями, со штангами, в общем, занимаются. Погостили мы у нашей бабушки и уже практически собирались уезжать. Как я вспомнила, что я не показала вам сервиз нашей мамы. Если вы смотрели влог «Юбилей моей мамы», то знаете, что мы с сестрами ездили по магазинам и искали столовый сервиз на 12 персон. К сожалению, мы его так и не нашли. Этот сервиз на 6 персон, но он достаточно содержательный. Там очень большое количество предметов. То есть там есть и супница, и соусница, солонка, тарелки разного диаметра и объема. Также есть селедница и овальная большая тарелка для нарезки. Ну, там сырная, мясная или овощная. Самое главное, что по дизайну этот сервиз нашей маме полностью подошел. Она как раз-таки искала белый с какими-нибудь золотыми финтифлюшками, завитушками. Решила ее убраться на полу в детской комнате. В это время наш папа устанавливал там антенну телевизионную. И немного хотелось бы остановиться и на данном ковре. Если вы стоите перед выбором, какой ковер выбирать в детскую комнату, с ворсом или без, то однозначно без ворса. Вот как раз этот ковер, он практически без ворса. Во-первых, его даже не обязательно пылесосить, можно пройти севенником. Он практически не впитывает в себя влагу. И Ванек уже проливал воду, я салфеткой протерла и все. То есть даже мокрого места не осталось на нем. Заказывала я его через Валберис. И он, конечно, не из дешевых, но там можно нарваться на скидку. Я его покупала, к примеру, где-то около 8 тысяч рублей он мне обошелся. Цена еще зависит от размера. А я взяла самый большой, 2,20 на 1,60 м. Под ним я протираю примерно полы раз в неделю. Не каждый день это делаем. Такая уборка со сворачиванием ковра у нас не каждый день. Но раз в неделю я стараюсь его сворачивать и мыть под ним полы. Пока я убиралась на полу, наш папа уже вывел антенну на улицу. Мы ее повесили на угол дома. Антенна обычная самая, на 22 канала. Этого вполне достаточно для детской комнаты. Самое главное, карусель есть. Еще они смотрят иногда не келодзу, но ее можно посмотреть и на кухне, или в зале. И уже под конец вечера я решила разобрать Ваняные игрушки. Их много. Что-то покупаем сами. Основную часть дарят родственники. Часть игрушек, на которые Ванюк не обращает внимания, я их убрала в отдельный контейнер. Через несколько месяцев я их достану. И они как будто будут для него новыми. За несколько месяцев он явно про них заботит. Перебирать его богатство лучше без него, когда он на прогулке. Потому что сразу же начинает играть с тем, на что вообще не обращал внимания. И вот такая красота у нас получилась. У каждой машины свое парковочное место. Правда, это все ненадолго. И уже через 15 минут мамы понимают, что это была пустая трата времени. Ну, хотя бы сломанные игрушки повыкидывали. На этом этот влог я буду заканчивать. Спасибо вам большое за просмотр этого ролика. За ваши лайки и за ваши комментарии. Всем пока. Спасибо.